Лёгкое дыхание. Акция под таким названием привлекла внимание жителей Кирово-Чепецка. Все желающие могли обследоваться в Центре здоровья, проверить возраст своих лёгких и получить консультацию врача. Все подробности у Вергины Мативасян. Лёгкие Бориса Афанасьевича на 12 лет, старше его самого. Это диагностировал спирометр, прибор для точного измерения лёгких. Такая разница в возрасте объясняется просто – давняя и крепкая привязанность мужчины к табаку. Я начал ещё во времена войны, так что и не получается бросать курить. Давно курил, уже заразился, как говорится. Ну, бросал там, лет, наверное, 8 не курил. Ну, а потом опять втянулся. У Леонида Петровича противоположный случай. В 70-летнем возрасте его лёгкие выглядят на 45. Курить бросил в начале 90-х, поспособствовал этому кризис. И с тех пор ни одной затяжки. Табак стал в два раза дороже. Зарплату не выдавали в 90-е годы. Пришёл, он сразу стал 4,50, стал 7,50. А у меня 45 рублей было. Я говорю, ад, махнул руку, больше курить не буду. И всё, не стал курить. Определить возраст лёгких и получить соответствующую консультацию смог в этот день любой чепчанин. Акция «Лёгкое дыхание» привлекла людей разного возраста и пола. Для всех работал и Центр здоровья, где можно было проверить работу сердца, измерить содержание сахара и холестерина, пройти психологический тест и, конечно, получить консультацию у врача-пульмонолога по проблемам работы дыхательной системы. Очень часто подобные акции помогают выявлять заболевания лёгких на ранних стадиях. Пациенты часто затягивают свои заболевания, поздно обращаются, надеются на говозь, что всё пройдёт. Но вследствие этого некоторые заболевания запускаются и возникают осложнения. Прежде всего, это развитие хронических заболеваний лёгких, хобл, так называемая, астма и рост онкологических заболеваний. Объём своих лёгких и их чистоту продемонстрировали и известные люди области, представители власти, общественные деятели, артисты, депутаты, журналисты. Есть среди этих фотографий рентгеновский снимок лёгких главы региона Никиты Белых. Главная идея такой фотосессии – призвать людей заботиться о собственном здоровье и напомнить о необходимости регулярно проходить флюорографию. Профилактика сегодня становится всё актуальнее день от дня. И только профилактика позволит нам снизить заболеваемость хроническими инфекционными заболеваниями лёгких, раком, туберкулёзом. Только раннее выявление – это залог успешного лечения. За первый час в акции «Лёгкое дыхание» приняли участие более 30 человек. До конца дня эта цифра увеличилась в разы. И все участники в этот день получили в подарок воздушные шары, как символ лёгкого дыхания. Рогина Матевосян, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова